Доброе утро! Сегодня 2 декабря, и мы начинаем выполнять задания нашего декабрьского челленджа. Кстати, не забудьте присоединиться к нам. Сейчас мы выпьем кофе и отправимся открывать первый пакетик с заданиями. Чудесный кофе. Вчера вечером мне пришлось перевесить наш календарь, потому что ночью он просто взял и рухнул со стены. Ну, Роберт, давай, доставай карточку. Доставай, доставай. Что в мешочке? Ванкли тоже ждет. Какое же у нас сегодня задание, да, Ванкли? Давай! Да, получилось! Давай сюда. Будем читать карточку. Сделай красивые новогодние подсвечники. Интересное задание мы сможем? Да. Да? На самом деле, дома я обычно не зажигаю свечи, ну, потому что у нас ребенок, кошка, собака могут все это опрокинуть и прожить себя. Но у меня есть идея безопасного подсвечника. Для этого нам понадобится отправиться сегодня в лес. Поедете с нами? Давайте, одеваемся! Мы припарковались у леса. Сейчас я вытащу всех из машины и расскажу вам, что же мы здесь будем делать. Теперь рассказываю, зачем мы приехали в лес. Так как подсвечник у нас новогодний, я хочу использовать в его изготовлении настоящие шишки и ветки елок. Елки у нас вот там есть, далеко. Сейчас мы до них дойдем и будем собирать шишки и ветки. А Бентли сегодня едет на палатке, потому что сразу же убежал к собачке, только мы приехали. И не реагировал на подзыв. Бентли, когда говорят ко мне, значит ко мне, а не бежать к собачке. Да? Вау, как же здесь красиво! Класс! Я думала, что изготовление поделок это легкая сидящая работа. Нет, оказывается это физические упражнения. Может похудею? Хм, было бы неплохо. О, смотрите, вот там кажется ветка. Я не хотела срывать живые ветки с деревьев, поэтому очень здорово, что мы нашли уже кем-то отрезанную, либо просто упавшую во время ветра. Супер! Роберт, нам нужно оторвать от этой ветки маленькие красивые веточки. Мы набрали целый пакет веток, и теперь мы отправляемся искать шишки. Ладно, Бентли, давай, я тебя отстегну, но обещай, убегать не будешь. Всегда рядом, да? Рядом, Бентли. Иди побегай. Но всегда возвращайся. Обещаешь? Свободен. Интересно, как долго он сможет вести себя хорошо. Он побежал. Бентли, ты далеко? Бентли, вернись, пожалуйста. Ко мне. Ой, какой умный мальчик, молодец. Отличное поведение, Бентли. Остановились в красивом месте, чтобы сделать пару фотографий. Сейчас покажу. А как же я? Ну ты за меня пошли? Ребята, пойдете со мной. О, смотри, шишка. Значит, здесь должно быть и больше. Давайте искать. Потому что мы добрались до Мерей. Тот момент, когда я пожалела, что надела кроссовки. Нужно было надевать сапоги. Все ноги будут в снегу. Ну ладно, что ни поделаешь ради челленджа. У тебя тоже шишка? Надо дать, дать, дать. На, держи. Да, спасибо. Все шишки, которые найдешь, складывай в пакетик на коляске. Еще нашел? Складывай в пакет. Давай, неси сюда, складывай в пакет. Вот там у нас много шишек. Ой, попала. Давай я помогу. Вот так, я открыла тебе, давай. Кидай тебе. Смотрите, сколько там уже шишек. Какая большая ветка, да? Мы шли и нашли такую огромную, красивейшую ветку. И мы Роберт. Что будем с ней делать, Роберт? И мы с ней линять. Так, мы только не писали мне, пожалуйста. Ты можешь, я знаю. Так, в пакет она, конечно, не влезет. Роберт, как мы ее повезем? Может половинку взять? Позвать, линюк взять. В общем, я решила, что я не буду жадничать. Возьму то, что мне надо, а остальное оставлю для других. Вдруг кто-то еще делает подделки перед Новым Годом. Малыш уже проговорился и плачет, поэтому на сегодня мы заканчиваем поиск шишек и движемся домой. Я думаю, мы достаточно набрали для подсвечника. Мы дома, и сейчас я покажу вам, что же мы привезли из леса. Я выложила все на балкон, чтобы оно сохло. Для нашего сегодняшнего подсвечника я выбрала веточку, которую мы нашли в лесу. Посушила ее феном. Так же, как собственные шишки, тоже высушены все феном. Подсвечник будет располагаться вот в такой стеклянной банке. По-моему, это было из-под овощей каких-то. У меня есть много всякой ерунды, краски, спреи, искусственный снег, клей. Клей точно понадобится. И наш любимый Бентли в качестве поддержки. Так как у нас зима, то стеклянную банку мы заполним снегом. Хорошо? Смотри, вот у меня есть снег. Это спрей-снег. Получается! Чтобы было что-то видно, возьмем ватные диски, вот так сделаем. Берем еще веточку. И Юля будет таять ее. Давай, Роберт, ставите ее. Да. Отлично, молодец. У тебя все получается, ты умничка. Я поняла, что получается слишком глубоко, и свеча туда не встанет нормально. Поэтому возьмем ватные диски и сделаем сначала подложку. Они как снег, сверху мы их зальем спреем. Давай. Я буду деть. Возвращается до веточки. Молодец. Вот, получилась вот такая вот конструкция. В центр мы поставим свечку с ароматом мандарина. Отлично. У нас есть банка с искусственным снегом, подложкой, веточками. Осталось украсить ее снаружи, чтобы она была меньше похожа на банку. И тогда у нас уже почти получается подсвечник. В общем, я ошиблась с клеем. Я купила обычный для бумаги, а он совершенно не может приклеить даже веревку к веревке. Пойду искать момент. Нашла момент, но вроде как для обуви. Сейчас посмотрим, подойдет или нет. Надеюсь, действует он так же, как пахнет. Здесь сказано, выдержать 10-15 минут, чтобы склеилось. Ну что ж, ждем 10-15 минут, затем возвращаемся к вам. 10 минут прошло. Вот что у нас получилось. Чтобы зафиксировать это как-то на 10 минут, я привязала еще веревочку. И думаю, так оставлю. Вроде симпатично. Получился такой бантик. Не могу сказать, что я сотворила шедевр, потому что в подделках я всегда была ужасна, если честно. Но смотрите, что получилось. На этом мы заканчиваем сегодняшний день. Пишите в комментариях, справились мы или нет. И вообще, делайте свои подсвечники. Отмечайте нас на фотографиях со своими работами в Инстаграме. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. До завтра. Если у вас вдруг совершенно неновогоднее настроение, и вы не чувствуете зиму, но у вас в городе выпал снег, то езжайте в ближайшие парки рельефов и поверьте мне, здесь творятся чудеса. Спасибо. 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 Спасибо.